Образование, которое получают учащиеся в сельских школах, не должно отставать по своему уровню от городских образовательных учреждений. Сельские школы требуют особого подхода. Нужно, чтобы они отвечали современным требованиям и были охвачены всеми актуальными программами. В Славинском районе над этим постоянно работают. Очень важно обновлять инфраструктуру школ, чтобы ребятам было интересно и комфортно учиться. Открытие центра «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования стало для Анастасиевской 28-й школы большим шагом вперед. Учитель информатики с помощью нового набора по робототехнике привлекает ребят, увлеченных программированием. Они реализуют полученные знания на практике, создают свои проекты, участвуют в конкурсах. Сам процесс, когда ребята могут свои знания применить на практике, им интересно. Интересно не только парням, но и много девочек также приходит на данные занятия. Находят проекты уже готовые в интернете, стараются их проверить на практике, посмотреть, как это происходит. Новую литературу ищем, новые разработки, новые проекты, потому что сидеть на месте здесь нельзя. Центр «Точка роста» открывает перед учащимися двери в мир современных цифровых технологий и содействует их всестороннему развитию. Школьники с увлечением занимаются здесь. Мне очень нравится кружок робототехники, делать именно своими руками всякие интересные проекты, роботов, все подключать в программе. Вместе с учителем, вместе с учениками, одноклассниками мы работаем над проектами, помогаем друг другу. Без серьезных знаний трудно представить по-настоящему образованного человека. Новое оборудование используется, чтобы ребята своими руками делали интересные вещи. Сначала я начинал с малого, делал проекты маленькие, но сейчас я сделал машинку одной из этих, но и сейчас она работает. Удалось в школе интенсифицировать с помощью точки роста и процесс преподавания такого предмета, как биология, значение которой в современном мире трудно переоценить. И действительно, биология в настоящее время проникла во многие важные сферы человеческой деятельности. Комплект новейшего оборудования позволил ребятам и педагогам поднять уровень образования. Проходит большое количество открытых уроков, где мы используем оборудование точки роста. Мы проводили с ними различные эксперименты по витаминам и содержанию витамина С в апельсиновом соке. И проводили с ними очень интересные наблюдения под микроскопом. Они работают с микроскопом, с этими препаратами, для них это все новое. Им интересно то, что смотрят они под землей. Обычный листик взяли, а на обычном листике оказывается большое количество бактерий, которые они могут увидеть. Раньше, конечно, микроскопы, которые были световые, они не давали такого увеличения, как сейчас. И кроме этого, они могут это увидеть на экране, вживую. И не просто фиксированный препарат, они могут посмотреть, как ведут себя эти бактерии. Если раньше в школах не было такого оборудования, чтобы мы проводили, да, в достаточном количестве, то сейчас вот кроме самого оборудования, еще дополнительно мы получили реактивы и все остальное, что помогает детям более глубоко изучать данный предмет. Не только биологию, но и химию, физику, другие различные предметы. После проведения экспериментов ученики более четко и уверенно усваивают материал. Конечно, чтобы привлечь учащихся к процессу познания, одного оборудования мало. Нужна и высокая квалификация учителей, умеющих использовать открывшиеся возможности. Для дальнейшего развития точки роста учителя совершенствуют свои знания. Впереди у учителей и школьников новые исследования и реализация своих проектов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».